В Ак-Тубе состоялось открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики. Для участия в церемонии в наш город прибыла делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чан Сяо. В ходе официальной встречи Аким области акцентировала внимание на том, что торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном продолжает стабильно развиваться. В Ак-Тубинской области успешно работают более 70 совместных предприятий. Внешний торговый оборот региона с Китаем за январь-май достиг более 472 миллионов долларов США, превзойдя показатели прошлого года. Экспорт вырос более чем до 401 миллиона долларов. Асхар Шахаров призвал инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах. Хочу заверить, что вопросы безопасности и инвестиционного климата для нас очень важны. Мы будем пресекать всякого рода какие-то недопонимания и комментировать каждую ситуацию, обсуждать с вашими коллегами. Потому что, как вы сами отметили, мы друзья, поэтому должны всегда помогать, делать условия. Поэтому, я думаю, коллеги правы, что они чувствуют себя, как думают, потому что все условия созданы здесь. И я думаю, дальше будем только развивать. Официальная церемония прошла в одном из ресторанов нашего города, куда были приглашены официальные лица области и гости из китайской делегации. Выступая с речью, Асхар Шахаров подчеркнул, что наши отношения активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Примером этому служат два визита главы государства в Китай в прошлом году, а также визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня в Казахстан в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эти визиты подчеркнули важность нашего сотрудничества и привели к важным соглашениям в экономике, культуре и образовании. У нас есть большой потенциал. Только за период пяти месяцев у нас товарооборот состоял в 400 миллионов долларов. Я думаю, что из года в год эта цифра будет только расти. И самое главное, через такие мероприятия создавать благоприятные условия и соответствовать всем стандартам. Я думаю, у нас есть и желание, и возможности в этом направлении. С запуском новой депмиссии Китая в регион, где она расположена, станет еще более узнаваемым и доступным для китайских бизнесменов и туристов. А если учесть, что следующий, в 2025 году, был объявлен главом государства, годом китайского туризма в Казахстане, то можно ожидать новый инвестиционный бум и поток китайских туристов.